добрый день с вами наталья ровно две недели назад у меня появились очистки я снимала видео это было 17 сентября вот этот вот этот и вот тут сейчас я покажу два вот эти маленькие появились 17 18 появился вот этот сейчас о каждом из них я расскажу более подробно если вы помните сейчас мы этот выйдем вот эти все четыре стояли у меня я поставила водичку в пол-литровую банку предыстория значит и мы шли дочкой увидели очитки нам разрешили 3 череночка взять один вот этот ну не знаю кто в общем валялся этот очиток рядом такой кривенький сухенький и к такой незрачные и я его подняла тоже ну там чё же валяться будет возьму может быть спасу и что я вам хочу сказать именно вот этот очиток вяленький такой неказистенький вот дал посмотрите какую мощную корневую систему видите как она и самое интересно что вы тут вот у него начали появляться новые вот такие вот веточки от росточки я не знаю такие молоденькие и красивенькие вот посмотрите видите вот корневая система какая мощная просто такая борода и снизу еще и по бокам и вот такие новенькие веточки так что смотрим дальше из четырех вот этих которые мы непосредственно взяли сами смотрим поближе что получилось вот этот череночек дал нам корешочки видите этот ничего такого особенного с ним пока не произошло каждый развивается по своей системе что называется ну четыре стояли у меня водички один все таки решил через несколько дней посадить в воду посадить в землю единственное что я сделала небольшую ошибочку что я посадила в горшочек который не просвечивается чтобы наблюдать как развивается корневая система ну судя по всему этому растению очень даже неплохо не гниет не сохнет не вянет ничего с ним вот такого визуально плохого не происходит вот вот эти все значит растения из четырех получается два пустили корни один не а другой просто нам не виден а а теперь займемся тем растением которое появилось у меня на день позже но вот на нем никаких видимых таких изменений с точки зрения появления корневой системы но еле уловим и вот вроде бы как бы чуть-чуть что там пытается но самое интересное значит хочу сказать что везде я срезала листики срывала вот так буквально листики или отрезала там на разных по-разному и кое-где вот здесь могу сказать что как бы пытаются появляться вот в отметочках где были листики как бы еле уловимые маленькие новые листочки но тоже это растение не вянет ничего вот это вот начал раскрываться она более такое беленькая другая разновидности а так это стоит некоторые буквально там маленькие цветочки в общем пучке чуть-чуть приоткрылись и все то есть такая разница получается там есть корневая система тут еще нет ну что я сделал еще когда появилась у меня вот это вот большое растение что я сделал все листики которые у него были вот который я оборвала что я сделал сначала я вот у меня здесь есть карпус сначала я пристроила вот росли вот эти пристроила здесь листики все от этого очитка вокруг этого кактуса потом подумала что что то не то вот захотелось мне пересадить как бы в другую емкость и вот на балконе там я перебирала нашла такую прекрасную квадратную емкость перемешала песок немного земли и камешки которые я привезла с дачи и решила вот посадить все вот эти листики вот гнула так аккуратненько бережно и что хочу сказать не буду перебирать все видимо я перепутала так видимо придется прибрать нет вот посмотрите вот один из них не буду остальные ворошить поставила вроде так что было вам видно вот один из них пустил маленькие маленькие корешочки но будем смотреть дальше как будет развиваться это растение так что можно укоренять листиками верхушками отводкам вот в данном случае вот такая маленькая корневая система посадим это все обратно я просто рассказываю я те растения особо никогда не ну как видела как растет у других с детства видела где на клумбах растут у людей растут что-то что так особенно как-то они меня очаровывали но растут и растут не привлекали особенно красивые неприхотливые и я как-то так не задавалась целью получить у себя все это растение в последнее время кажется с возрастом вкус и меняется не захотелось кроме моих очитков очиток скальный который растет на даче и часть растет на балконе и в комнате захотелось иметь и вот такие часть посадить дома а часть отвезти когда получится на дачу и посидеть там и вот захотелось размножить верхушечным способом срезается верхушка или берется внизу там веточки от водочки и вот говорить больше не буду много вот что получилось через две недели какие результаты из пяти листиков укоренился один пустил корешочки из четырех посаженных в смысле поставленных водичку три укоренились вернее два укоренились нет подождите да два укоренились один очень хорошо подвяленный а другой растет земли а этот совершенно не захотел ничего в своей жизни пока менять за две недели не знаю почему это происходит а что еще хочу сказать вот такая особенность которой я хочу поделиться я просто переставляла у меня стоят все растения на южном огне и я переставляла все растишки и вот некоторые нужно было снять там сын смотрел что сделать с оконной рамой там немножко надо было подкрутить что-то и вот это я поставила на пол возле радиатора но радиатор конечно еще не греется ничего просто оставила его внизу на него не попадали ни прямые солнечные лучи никакие то света ему было достаточно мало то есть какой можно сделать вывод для наличков и для меня потому что я же говорю если не сталкиваешься то некоторые особенности узнаешь со временем то есть подвяленное растение плюс еще стоящие в полутемноте оказывается лучше развивается и дает лучше больше быстрее корневую систему ну что ж дорогие друзья через время я посажу эти растения которые пустили корни и будем вместе и кому интересно наблюдать как она дальше развивается и всего вам доброго до новых встреч пока пока